Видите ли, с христианской точки зрения нет случайностей в нашей жизни. Это мы и так говорим – ой, случилось что-то, ой, произошло всё-то и так далее. На самом деле, с христианской точки зрения нет случайностей, и всё, что происходит, это происходит в конечном счёте закономерно. В каком смысле закономерно? В полном соответствии с тем невидимым, к сожалению для нас, духовным нашим состоянием. Вот, понимаете, бывают случаи удивительные. Вот одного верут в армию, другого нет. Причём подчас даже не поймёшь, в чём дело. Так, случилось всё, ничего не получилось. Другой, напротив, пытался, кажется, и туда, и сюда, и попал в армию. С христианской точки зрения, я повторяю ещё раз, нет случайностей, а всё происходит в полном соответствии с тем вот духовным состоянием, в котором я нахожусь. Что значит духовным состоянием? Потому что это слова, которые подчас могут абсолютно быть непонятны. Вот что вот сейчас вот мы сидим, мы все видим друг друга. Всё это видимо. А дух можно видеть? А что это такое дух? Не видим. Так вот, под духовным состоянием подразумевается то, что происходит в душе человеческой. А что там происходит? Я мечтаю о том и о сём. Я думаю о разных людях, о ком хорошо, а о ком плохо. Я кому-то желаю добра и блага, кого-то люблю, а кого-то терпеть не могу. Это ладно, ненавижу. Никто не видит. Я разговариваю с человеком, улыбаюсь ему и всё такое, а сам зеленею внутри себя от зависти, а говорю ему любезные слова, лицемерю, лукавлю. Всё это внутри меня. Никто не видит. Снаружи я весь чистенький, всё прекрасно, а внутри никто не видит. Вот это-то моё невидимое и есть моё духовное состояние. И что же говорит христианство? А оказывается, оно – это духовное состояние. То есть, чему я позволяю в своей душе развиваться, а чему нет. Например, например, вот мне терпеть не могу этого человека, но нехорошо же это. Но посмотри на самого себя, ты-то хорош или нет. У тебя у самого сколько всякой дряни. Чего ты к нему, чего-то на него так это взъелся? Ну-ка, немножечко, поспокойнее, отнесись к человеку. Вот эта борьба внутри себя с тем, я бы сказал, злом, которое возникает, осуждением, пренебрежением, завистью и прочим, эти вещи, эти вещи, так же, как и напротив, когда я весь распаляюсь какими-нибудь нехорошими вещами, это всё от кого зависит? От меня. Потому что это всё внутри меня происходит. Меня тут никто не связывает, ни наручники, ни армии, ничего. Всё во мне происходит. Я формирую это, кто есть я внутри себя. Вот это духовное состояние это оказывает и определяет затем весь характер моей внешней жизни. Не случайно со мной затем происходит, что я попадаю туда или сюда, или ещё куда-то такое, здоров, болен, или ещё что-то такое, всё что угодно. Все направления человеческой жизни, моей жизни, все определяются в конечном счёте вот этим духовным состоянием, источником которого в конечном счёте что является? К чему же я стремлюсь? Чтобы всё-таки быть получше? Или мне плевать на всё? Хочу жить всё-таки и всё-таки по совести? Или мне плевать на эту совесть? И пусть катится куда угодно. Живу один раз, и всё, и раступись, земля, навоз ползёт. Вот оно, духовное состояние наше, наше, оказывается, формирует, формирует всю мою внешнюю жизнь. поэтому не надо думать, что если я попал в армию, при чём тут попал в армию? Это такое выражение. Нет случайностей в нашей жизни. Ты в армии, другой в бандитской шайке. Получше, да? Нет случайностей с христианской точки зрения. И наше именно духовное состояние определяет всю совокупность всех форм, всех направлений жизни, в которые мы оказываемся, не попадаем. И всё это происходит под эгидой, если хотите, или под направлением одного общего и главнейшего закона бытия человеческой жизни. Всё это происходит не по закону кармы, где бездушный закон кармы в индуизме. Ну, это в буддизме, в веданте. Так, не по закону кармы, это бездушный закон. Нет-нет! Высшим законом бытия является закон любви. Всё это происходит с человеком по той простой причине, что это для него является наилучшим с точки зрения его приобретения лучшей вечной жизни. Я попадаю в яму, иду и упал. Так? Что тут хорошего? Что, хорошего? Даже очень хорошо! Не надо засматриваться, а надо под ноги смотреть. Тут хорошо, я упал, ничего, только нос разбил. А другой раз я могу поломать руки, ноги. Учись! И так далее. Вот это... Поэтому это вопрос очень-очень важный в понимании вот этой великой, я бы сказал, христианской истины. Нет случайностей, а есть всюду то, что в богословии называется промыслом Божиим. То есть, этот высший закон любви царствует в нашей жизни. Но не Бог действует, Бог только предупреждает нас не делай зла, не делай никому зла, если не хочешь себе получить зло. не делай, поступай, старайся по закону любви, и тебе будет хорошо. Не делай другому того, чего не хочешь себе, и тебе тогда будет это. Это очень важно, то, что мы поговорили о духовном состоянии человека. Это чрезвычайно важно понимать, потому что многие не понимают абсолютно. Все думают, случайно это происходит. Надо же это! Меня подставили, мне ножку подставили, меня туда запихнули, меня обманули. Нет, нет, ошибаешься, голубчик, ошибаешься, тебя обманули, потому что ты тысячу раз уже обманывал. И ножку подставили, потому что ты подставлял не раз. Немножечко подумай, вспомни, и тогда узнаешь, вспомнишь. И христианство предлагает великое дело, которого, кстати, можно сказать, ни в какой религии нет. Покаяние. Я могу изменить, исправить вот тот изъян, который я сделал. Я здорово обманул человека. Если я могу, я должен все вернуть. Если я не могу, есть средство, оказывается, покаяния. великое дело, тогда оно, оно, это покаяние, дает возможность человеку смыть эту грязь, исправиться, изменить. И тогда человек как бы, как заново, как вот, знаете, кого вылечили, как когда вылечит этот человек, все, наконец-то, зуб болел страшно, и вдруг все, освобождение. Вот что такое покаяние. Христианцы призывают к нему постоянно. Христианцы призывают к нему постоянно. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ